Здаровч! Баннер Сайна уже подходит к завершению, и в затылок ему дышит продавщица дендра арбузов Нилу. Почему арбузов, объясню позже, но затягивать не буду и начнем по порядку. Основная способность Нилу, через которую она будет играться, это элементальный навык, потому что ульта представляет из себя два жмыха. Первый сразу после прокаста, а второй через какое-то время, и никаких дополнительных эффектов. То есть ульта просто наносит гидроурон и накладывает гидро статусы дважды в радиусе вокруг Нилу, и не более. Обычные атаки нам тоже совсем не интересны, их скорее всего и прокачивать не придется даже. А вот прожав элементальный навык, другими словами Ешку, Нилу входит в стойку пируэта. Чтобы было проще понять, это чем-то похоже на стойку тарталета. Как пишут разработчики, в этой стойке атаки Нилу будут наносить гидроурон в процентах от ее максимального здоровья. Это значит, что в стойке у нее цифры свои, поэтому и талант автоатак нам не нужен. Однако в этой стойке у нее не работают заряженные атаки, и вариантов нанесения урона два. Первый – это обычные атаки. Если после прожима элементального навыка выдать три обычных атаки, на третий удар Нилу выпустит сияющую иллюзию, похожую на полумесяц. Тем самым получит эффект лунной молитвы, что даст возможность продолжать наяривать обычными атаками, где каждая третья будет завершаться красивым ударом в форме полумесяца. А второй вариант нанесения урона в стойке – это повторное нажатие Ешки. Для понимания, это похоже на прожим Ешки Делюка, где после первого нажатия кнопка не уходит на перезарядку, а позволяет нажать ее еще пару раз. То есть, прожав Ешку Нилу, а потом прожав ее еще три раза, Нилу выполнит круговые атаки, а на третью проведет завершающий удар, запустив гидро-ауру, которая будет следовать за активным персонажем и накладывать гидро-статусы на вражин. Сменив персонажа, эта аура не исчезнет, а продолжит накладывать гидро-статусы. Теперь переходим к самому интересному. Как же устроены дендро-арбузы Нилу? Если в отряде есть хотя бы один дендро-персонаж помимо Нилу, либо отряд состоит из двух гидро- и двух дендро-персонажей, после третьей атаки в стойке Ешки Нилу все персонажи будут наделены изобилием золотого кубка, но назовем это эффектом продавца дендро-арбузов на 30 секунд. Причем, не важно, какой будет третья атака в стойке Нилу, обычная или Ешка, все равно эффект сработает. При действии эффекта продавца арбузов, прокая реакцию бутонизация, гидро плюс дендро, все персонажи получат баф на сотку мастерства стихий, и вместо обычных дендро-арбузов будут появляться арбузы Нилу. Их нельзя подрывать при помощи пира или электро-стихий, они взрываются сами по себе почти моментально после появления. Это значит, что брать к Нилу электро или пира персонажа для подрыва арбузов нет смысла. Однако урон арбузов Нилу считается уроном обычных дендро-ядер от реакции бутонизация. Это значит привет Нахида со своими созвездиями. В отличие от Сайны, Нилу не требует больших вложений по статам и должна лучше подойти новичку. Достаточно будет собрать ее в хп и мастерство стихий, чтобы выжать максимум пользы от арбузов, ведь дамажить они будут больше обычных дендро-арбузов за счет пассива к Нилу. А если взять в отряд, например, Син Цю, дендро-путешественника и Нахиду, получится плодить арбузы Нилу в огромных количествах и наносить каждым по 30 тысяч урона или даже больше. При бюджетной сборке можно дать в руки и стальное жало и в артефактах собрать новый набор на мосту, при этом все куски на проценты хп, также второстепенными статами набрать еще мастерство стихий, чтобы выжать побольше урона из арбузов. Но и собрать в криты Нилу тоже можно, правда для этого потребуется драгоценный омут. Он зайдет для этого идеально. Также не забывайте, что для Нилу совсем не нужна сила атаки, и в своей стойке весь ее урон считается уроном элементального навыка. То есть для понимания, Тарталет в стойке наносит урон обычных и заряженных атак, а Нилу в своей стойке наносит урон элементальным навыкам. Поэтому полный набор гидросета ей не подойдет, и придется собирать 2 миллилита плюс 2 гидрокуска. Вариантов использования Нилу действительно много, все зависит от вашей фантазии, ну и конечно же возможностей, с наличием оружия и артефактами. Она довольно интересный персонаж, который явно стоит внимания. Нилу и от арбузов поиграть можно, либо в криты собрать и закинуть в отряд на заморозки. Но изначально ее задумка подразумевает использовать Нилу через арбузы и сборку в хп и мосту. В идеале, конечно, дождаться ее релиза, чтобы все протестить и убедиться в ее полезности. Но есть очень важный фактор, который заставляет лично меня воздержаться от прокрутки баннера. Это выход на хиды сразу после Нилу в патче 3.2. Однако, если тебе понравилась Нилу, то крути ее смело, ведь даже при небольших вложениях из нее получится вытянуть достаточно урона. Она способна подарить немного новый геймплей, а вместе с Нахидой раскроет весь потенциал своих арбузов. А на этом все. Жду тебя в следующих роликах или моей телеграм-дискорд-группе. Также на стримы залетай как время будет. Все ссылки в описании. Ну и... ПОКЕДА! ПОКЕДА!